За эту работу, которая называется «Увлекательный пленэр», авторы получат тысячу долларов. На картине, которая проехала половину Америки, школьника с Филадельфии на пленэре в Нижнем Новгороде. На стрелке он показывает свою работу нижегородским коллегам-художникам. Автор работы Юлия Соколова за самое четкое изображение побратимских отношений между городами. Она и стала победителем конкурса «Юный художник-2014». Чтобы как-то просмотреть искусство, понять, как-то приобщиться, научиться лучше рисовать, очень важно осмотреть работу других художников из других стран. У всех разная техника, и именно проживание в другой какой-то стране это отражается. Анастасия Колсова привезла медали с соревнований по легкой атлетике из венгерского города побратима Нижнего Диер. Пусть медали пока не самые солидные, зато воля к победе явно присутствуют. В планах у начинающей спортсменки стать олимпийской чемпионкой, а затем и тренером непременно национальной сборной. Мы с ней познакомились с немкой, которая говорит по-русски. У нее, по-моему, папа русский или кто. Ну, с ней интересно, но как-то я не знаю. Не наш человек, не русский. В Венгрии было очень интересно, очень красиво. И прикол в том, что ты идешь и думаешь, что ты в Нижнем Новгороде. То есть отличия какого-то нет. И мы ели столько много мороженого, наверное, порции 4 в день. По возвращении с заграничных поездок победители делятся своими впечатлениями с главой города. Вопреки своей спортивной диете уплетают пирожные и показывают видео и фото, в каких бассейнах тренировались, по каким стадионам бегали. А вот ледовых арен, говорят, у них там нет. Теперь маленькие звезды спорта имеют самое взрослое представление, что такое международный уровень, говорит глава города. Для подрастающего поколения очень важно, чтобы они увидели мир, чтобы они пообщались со своими сверстниками из других стран. Потому что, во-первых, это послы доброй воли. Во-вторых, конечно же, то, что я уделяю этой теме внимание, наверное, в том числе связано и с тем, что в нашем детстве мы этого были лишены. И хочется, чтобы наши дети, конечно же, обладали максимально широким кругозором и понимали, что Россия, Нижний Новгород, они города и страны, которые могут побеждать и должны побеждать. В общей сложности из городов, побратимов, нижегородские школьники привезли семь медалей различного достоинства. Анастасия Рябова, Алексей Калякин, Объективно, ННТВ. Субтитры создавал DimaTorzok